Более 10 миллионов рублей, собранных за субботник, направят на восстановление мемориального комплекса Хатынь. Здесь во время эко-челленджа высадили 149 саженцев клёна по количеству погибших жителей. В стране не остался ни один регион. Участие в наведении порядка приняли свыше двух с половиной миллионов белорусов. МВД предупреждает о новой схеме телефонных мошенников. Аферисты представляются близкими родственниками, сообщают, что попали в аварию. От лица следователя просят передать курьеру, либо перевести на счет крупную сумму денег, якобы для погашения ущерба. В Беларуси в 19 районах введены ограничения на посещение лесов. В стоп-листе Гродненская, Гомельская и Брестская области. Отследить информацию и узнать места, которые попали под запрет, можно на сайте Минлесхоза. У православных верующих начинается Страстная неделя. Это самые важные семь дней года. Они посвящены последним дням земной жизни Христа, страданиям, распятию, смерти на кресте и погребению. В храмах каждый день будут проходить богослужения. В Авруйском районе погибли пожилые супруги. Сообщение о возгорании дома на территории садового товарищества Боровинка поступило накануне утром. Спасатели ликвидировали пожар. В одной из комнат обнаружили тела мужчины и женщины 75-76 лет. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем.